Холодильник простоял год в гараже, ждал долгожданного переезда. В результате ржавчина. Духовой шкаф тоже был куплен получается полтора года назад. Ну вот не знаю, сейчас подключим, посмотрим будет он работать или нет. Готовиться к новоселью заранее себе дороже. Алена Лазаренко теперь предостерегает всех знакомых, кто собирается покупать квартиру в новостройках. В двушку в спальном микрорайоне Краснодара она въехала только сейчас, хотя по договору с застройщиком заселиться должна была больше года назад. За это время попортились купленные тогда же техника и мебель. А девушка с другими обманутыми дольщиками жилищного комплекса «Армада» успела поучаствовать в нескольких забастовках. У нас около дома стояла армейская палатка, то есть большая там порядка на 40 квадратных метров. Стояли там кровати, то есть мужчины у нас там ночевали, женщины сменяли их днем. Лично я для себя сделала вывод, что это первая и последняя квартира, моя купленная по договору долевого участия. Сроки сдачи жилищного комплекса «Армада» компания «Кубанькобстрой» срывала несколько раз. С мертвой точки дело сдвинулось в декабре после вмешательства губернатора. Только тогда люди получили ключи от квартир. Как ни удивительно, но на подобные схемы, видимо, и рассчитывают недобросовестные застройщики, перекладывая свои обязательства, в том числе и по поиску недостающих денег на плечи государства. Этот вопрос стал одним из самых острых на встрече Вениамина Кондратьева с крупнейшими застройщиками Краснодарского края. Сегодня у нас в сфере долевого строительства работает примерно 350 застройщиков. И из них, по моей статистике, 52 компании уже нарушили сроки. 52 компании из 350 компаний нарушили сроки исполнения своих обязательств перед дольщиками. Это почти 10 тысяч потенциально обманутых дольщиков. И вот идут они к государству, к власти, и не важно, что там застройщик, не застройщик, с кем они договор подписывали, они идут к власти, потому что они считают, что власть их не защитила. Но власть здесь будет принципиальной и жесткой. Никто не даст никаким способом народ одурачивать. Мы должны вместе найти сегодня вот те пути, выработать те правила, по которым будем играть. Одна из самых распространенных причин появления долгостроев – нехватка собственных денег у компаний. Поэтому финансовая самостоятельность тех, кто берется за возведение домов, должна стать важнейшим критерием оценки застройщиков при выдаче им разрешений. Нельзя входить в долевое, тем более, строительство, если у тебя нет реальных собственных никаких денег. Надеяться только на деньги дольщиков или на кредитные средства – это нездоровая компания и нездоровый подход. Если ты надеешься только на то, что ты на стадии котлована вместе с котлованом выраешь деньги, только ты их не выраешь, ты просто соберешь их у людей. А собственных у тебя никаких нет, то это, по-вашему, надувательство, это просто профанация. То, о чем говорит губернатор, многие из собравшихся испытали на себе. Так как именно крупные игроки рынка в основном и достраивают за недобросовестными компаниями. Подтверждение финансовой независимости единогласно одобрили. Если человек действительно купил или получил в аренду кусочек земли и начал собирать с котлована деньги, понятно, что он не достроен. Человек должен принести выписку со своего счета или принести с банка договор, который будет сказано, что банк будет финансировать. Все просто и ничего не надо нарушать, никакие антибонопольные законы. Все, просто надо ввести окно в арму. Для того, чтобы привлекать дольщиков, нужно сначала представить договор с банком, что есть кредитная линия, финансируя полностью объекты, тогда ты имеешь право, я считаю, привлекать физических лиц. Губернатор замечает, строительная отрасль – локомотив кубанской экономики. И одно рабочее место здесь дает 12 в сопутствующих сферах. Но необходимо найти точки соприкосновения, чтобы и бизнес развивался, и люди остались довольны качеством. И тут застройщики оказались единодушно настроены против сетевых монополий. За вышенными тарифами на подключение к электричеству и воде они просто выкручивают руки, жалуются строители. Из-за этого, в свою очередь, повышается себестоимость квадратных метров. Я в год плачу миллионов триста. Это тариф на присоединение, прямых объемов. Миллионов триста. А что видно? Где-то что-то сделано. Вот то, что я сделал, все эти. И самое удивительное, я почему спросил, у Банинерга сегодня есть? Вот я получаю технические условия. Выполню все свои. А они свои не выполняются. Власть готова идти навстречу бизнесу, говорит Вениамин Кондратьев. Но при условии, что и бизнес услышит власть. Застройщики должны взять за правило сначала построить социальную инфраструктуру, детские сады, школы, а потом приступать к домам. Жилье у нас есть, а жизни у нас нет в этом жилье. Сперва люди покупают это жилье. Да, пусть по относительно недорогой цене. А потом, естественно, когда они уже получили крышу над головой, они начинают осматриваться и понимать, что рядом парковок нет, скверов нет, школ нет, детсадов нет. Вы правильно сказали о правилах игры? Вы должны их соблюдать, максимально соблюдать и не нарушать эти правила игры ни за какие деньги. Общая солидарная ответственность и строительного бизнеса, и власти перед населением. Главное, что губернатор дал понять застройщикам. Сейчас не время корпоративных интересов. Богатеть за счет того, что беднеют люди никто не позволит. И особенно это касается долевого строительства. Оставшееся до 2020 года время станет переходным периодом для долевого строительства по всей России. К этому моменту правительство хочет отказаться от подобной формы покупки жилья и разработать другие, более безопасные схемы, чтобы не гадать, построят или не построят. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.